Армения не самостоятельная страна. Сказать, что Армения вернет, не совсем правильно, строго политически говоря. Армения сделает то, что скажет ей Россия. Поэтому не ей решать, не Армении. Семь районов или пять районов – это все спекуляции. На самом деле и эти семь районов, и сам Карабах – это территория Азербайджана. Которую сам Азербайджан на торг не выставлял и договариваться с кем-то по поводу территорий, юридически принадлежащих самому Азербайджану, смысла не иметь. То есть в этом вообще не может быть никакого компромисса. Пять районов сейчас, семь районов сейчас, Карабах потом, взамен вы нам что-то дайте, мы взамен вам что-то уступим. Азербайджану нечего уступать. Единственное, в чем Азербайджан в отношении с другими государствами, если уж речь о России, может пойти на уступку – это то, чем Азербайджан владеет по праву, и чем Азербайджан может отказаться, не потеряв территорию. Это, скажем, пообещать России свой безблоковый статус. Скажем, ну вот, не хотите, чтобы мы были в НАТО? Пожалуйста. Евросоюз тоже не хотите. Мы можем и это обсудить. Но дальше что? Мы не можем уступать территориям, мы не можем торговать территориями. Ведь эти разговоры, они же не новые – 5 районов, 3 района, 5-7 районов. Это предлагалось еще в середине 90-х, когда Азербайджан был очень слабым. И когда тогдашнему правительству очень была нужна моральная поддержка. Вы представляете, какую большую моральную поддержку получил бы тот же Гейдар Алиев, если бы он в те годы взял бы 2-3 района на переговоры. Но Гейдар Алиев прекрасно понимал, что, взяв 2-3 района сейчас, ты должен уступить, потому что в следующий раз тебе предложат. Теперь ты уступи. А что уступать? И потом, даже до сих пор, когда Ильхам Алиев, я уверен, ему это тоже предлагают, и то, что он до сих пор на это не идет, это тоже стратегически правильно. Но если мы не шли на это, когда мы были очень слабыми, зачем нам идти на это сейчас, когда мы гораздо сильнее самих себя десятилетней давности, и уж тем более Армении нынешней. Смысла же нет никакого. Мы что, выигрываем от этого? И потом, это не мир. Мы должны понимать, мир – это установление справедливого правопорядка на оккупированных территориях. Для этого, прежде всего, нужно их возвращение под азербайджанскую юрисдикцию, восстановление там азербайджанской юрисдикции, эффективной, чтобы там работали законы, суды, полиция, все гражданские институты. И, конечно же, можно в самом Карабахе, в Нагорном Карабахе, пойти на уступку по поводу международного мониторинга. А насчет Лачинского коридора? Лачинский коридор – это отдельная тема. Опять же говорю, а что такое Лачинский коридор? А почему тогда не Зангизурский коридор? Опять же, надо равноценный обмен производить. Хотите Лачинский коридор – дайте нам, я сейчас условно говорю, Зангизурский коридор. Такая идея тоже была. Помните, обмен территорий, план Гобла? Но ее Россия очень успешно и очень быстро разрушила. Потому что там гораздо большие политические цели. Лачинский коридор, Армения сама – проект России. Она создана, существует, поскольку это нужно России. Лачинский коридор через нашу территорию с какой стати? То есть, окей, я понимаю, да, есть свободная торговля. Свобода перемещений идей, людей, денег, товаров и услуг. Но это априорная идея, то есть она технически очень легко организовывается. Что значит отдельный коридор? Это что, отдельная какая-то автобусная линия на трассе, на которую никто не может перейти? Я хочу просто, чтобы читатели и зрители поняли, это не зазнайство. У меня нет никаких шапкозакитайских настроений. Я прекрасно понимаю возможности нашей страны. Но это дело принципов. Все можно обсудить, если предложение встречается равноценным контрпредложением. Нам говорят, а вот беженцы должны вернуться, вот армяне говорят, в бывший шаумяновский район. Это можно обсудить. Ну, тогда давайте поговорим о беженцах из Зангизура, из Гёйчей. Вот это равноценный разговор. А с какой стати мы должны всех вернуть, отдать что-то, а взамен что мы получаем? То есть Армения обезазербайджанилась просто так, да? А мы еще дешним армянам должны отдельные условия создать. При том, что в самой Армении никого не осталось из наших. То же самое касается. Потому что территория – это видимая сторона вопроса. Но самое главное – это люди. Кто там будет жить? Они смогут мирно жить там? Мир возможен только, если эти территории вернутся под юрисдикцию Азербайджана. Потому что, это должны понимать все, до тех пор, пока эти территории будут остаться оккупированными или спорными, у Азербайджана всегда будет повод возобновить боевые действия. Мы начали с того, что Россия якобы готова предложить нам 7 районов, если Азербайджан вступит в таможенный союз. И я, основываясь на этом предположении, также осмелюсь предположить, что это крайне невыгодно Азербайджану. Потому что мы с этого начинали. Мы были в составе России, но тогда это называлось Советский Союз. Мы пришли к тому, что было, плюс мы еще и в минусе остаемся. Потому что хотя бы тогда азербайджанцы проживали в Ереване, азербайджанцы проживали в Зангизуре, азербайджанцы проживали в Герче. Но их сейчас там нет. Их туда-обратно не пустят. Мы все обязательно возвращаемся под Россию. Россия нам возвращает эти территории, которые и без того по праву наши. То есть это даже не игра с нулевым результатом, это просто объегоревание по-русски говоря. То есть мы пришли, все это заварилось из-за того, что мы хотели независимость. Мы ее получили. Нас за это наказали. Потому что оккупация это не армянская. Российская. Это российская затея. Нас наказали за то, что мы стали независимыми. Армения, видите, она полностью под Россией. И она ничего не решает. Вот ей сказали, вступить в таможенный союз без Карабаха. Они на это пошли. Потому что они ничего не решают. Мы хотим стать таким же. Завтра нам скажут, приходите, мы вам вернем Карабаха. А когда мы придем, то есть мы уже сдались, нам скажут, ну давайте, ладно. Ребята, мы подумали, весь Карабах вам вернуть не получается. Ну давайте что-нибудь армянам тоже. А я прекрасно вижу, как это может произойти. В советские годы так и произошло. Начиная с 11-й Красной Армии, которая отсюда пошла, сверкла Дашнакское правительство, расторгнула Александропольский мир и отдала Зенгизор Армении. А где у нас, дайте мне один исторический повод доверять России. Я вот сам себя иногда ставлю на место пророссийского пропагандиста. Сам себя укоряю, что я, по-моему, уже слишком иногда, я сам себе мыслял. Я пытаюсь найти реальный исторический повод доверять России. Вот в этом конкретном вопросе я этого повода не вижу. Я не антироссийский настроенный человек. Меня многие пытаются таким представить. Но я говорю, рассуждаю очень грубыми, но реальными категориями. И не мы создали эти категории, не мы создали эту реальность. Я хочу, чтобы все русскоязычные, и особенно русскодумающие, ваши зрители и читатели это поняли. В чем реальная подоплека всего того, что мы пережили за последние 20 лет. Мы находимся в этом положении, потому что мы стали независимы от России. И оккупация – это наказание. А понимает ли все это в власти? Что? Власть понимает ли все это, что Россия делает? Я думаю, конечно, понимает. И при этом имитирует как минимум сближение с Россией? Ну, опять же, мы сейчас опять возвращаемся к вашему первому вопросу. Слишком мало информации. К сожалению, правительство не общаетесь с народом. Правительство, конечно, пытается выжить прежде всего, сохранив власть. Оно очень уязвимое. У него очень мало поддержки внутри страны. И оно прекрасно знает, что ее, я имею в виду правительственная власть, ее реальность очень сильно зависит от внешних факторов. Поэтому она пытается лавировать. До сих пор в попытках удержать власть, она создала очень много внутренних проблем. Но внешнеполитический курс был, по крайней мере, более-менее ясен. И серьезных возражений не вызывал. Вся наша критика как оппозиции в адрес этих властей была связана с внутренней политикой. Вы когда-нибудь помните, что оппозиция как-то уж кардинально очень сильно критиковала власть за внешнеполитический курс? Нет. Были критики... Была критика в адрес каких-то деталей. Даже в недавнем митинге у вас... Да, была критика в адрес каких-то деталей, что там-то вы не очень... Слишком медленно, там слишком быстро, тут не очень правильно. В деталях были разногласия, но это нормально. Но в внешнем политике курс серьезных разногласий никогда не вызывал. Но сейчас мы находимся на пороге такого разрыва в обществе, когда у нас возникают серьезные сомнения по поводу внешнего политического курса. Куда мы идем как страна. И последний вопрос. Вот мы пойдем в Евразийский союз. Допустим, это случится, допустим, предположим. Азербайджан вступает, как и Армения, Евразийский союз. Я уже не говорю о возвращении каких-то территорий. Реакция общества, какой по-вашему она будет? Будет ли она вообще? Это очень сложный вопрос. Вы в прошлое, я помню, во время нашей последней беседы говорили, что реально азербайджанцы зарабатывают деньги от России. Я сейчас как раз вспоминал, пока вы задавали этот вопрос, в свое интервью. Вам же? Да. Полугодовой давности, да, по-моему, если что? Ну, довольно-таки много времени прошло с тех пор. И эта реальность, конечно же, очень удручающая. И она создана ошибками нынешнего правительства внутри страны. По поводу трудоустройства, свободы предпринимательства, правовых гарантий и всего прочего. Из-за этих вот ошибок, а может быть даже и намеренной политики властей, создалась ситуация, когда у нас точно цифру, я не знаю, но более миллиона наших граждан вынуждены зарабатывать деньги на территории России. Оттуда же они посылают деньги, содержат семьи здесь. И это уже очень сильно ощущается в общении с людьми, когда идешь как политик общаться с людьми. Ты чувствуешь, что люди в принципе что-то такое подозревают о том, что, наверное, быть с Россией или очень близко с Россией не очень-то выгодно в далекой перспективе. Но вот сегодня что делать? А эти люди, и это нормально, все избиратели думают больше о сегодняшнем дне, чем о далекой перспективе. А сегодняшняя реальность такова, что они экономически очень сильно привязаны к России. Но это микроэкономический уровень. На макроэкономическом уровне Азербайджану Евразийский Союз ничего не дает. Потому что Азербайджан как страна, как экономика не очень-то сильно завязана на России. Да, конечно, мы еще меньше завязаны на Западе, поскольку выход на западные рынки требует гораздо большей технологичности производства, высокого уровня стандартов. Оттуда включается не только качество конечного продукта, а всего цикла производства, включая гарантии прав собственности, свободу договоров и всего прочего. Защита инвестиций. Всего этого у нас нет. Поэтому на западные рынки мы своей местной продукции так уж сильно выйти не смогли. Но мы зарабатываем как страна. Деньги все же на том же Западе, продавая туда нефть и частично газ. Наша экономика это нефтяная экономика. Мы же не продаем нефть России. Даже та нефть, которая через Россию частично транспортировалась и сейчас, по-моему, транспортируется, она все равно идет назад. То есть Россия не нуждается в нашей нефти. Она не наш покупатель. Что мы будем продавать России? Ну вот, говорят, помидоры, тот же Жириновский. Ну а что помидоры? Не страна же продает помидоры, продает фермер. Но это конкретно делают фермеры, и они будут это делать, даже если мы не будем в Евразии. Поэтому как стране, как экономике Евразии нам ничего не дает. Мы не Белоруссия, мы даже не Казахстан в этом смысле, который гораздо теснее связан с Россией. Но там уже география вынуждает и частичная история. У нас, слава Богу, такой зависимости от России нет. Смотрите, в той же самой Армении, которая уже фактически вступила в Евразийский союз, люди вышли на улицу протестовать против этого. Я хочу вас спросить все-таки и получить конкретный ответ на свой вопрос. Азербайджанцы также выйдут протестовать на улице или нет? Вы сейчас по-больному убьете. Не знаю. В Армении в этом смысле ситуация, даже обидно называть это лучше, но там общество внутри посвободнее, но не потому, что правительство там мудрее или справедливее. Просто вот там у правительства нет таких ресурсов, чтобы совершенно, совсем уж заглушить общество. Плюс армянское общество, оно очень многомерное. У армянской оппозиции и гражданского общества есть прямой доступ к армянской диаспоре и ее финансовым возможностям. И хотя технические деньги, которые они получают из-за рубежа, это иностранные деньги, но реально это те же армянские деньги. Поэтому даже армянское правительство не очень-то много пространства имеет для маневра пропагандистского, называя этот финансовый поток продажи Родины, например. Потому что деньги все равно циркулируют внутри армянства. Там структурных возможностей больше, чем у нас, к сожалению. Но значит ли это, что наши люди не будут протестовать? Я бы такого вывода не делал. Я все же пока надеюсь, что правительство все же не пойдет на это. Но если пойдет, то там посмотрим, как говорится, не будем загадывать. Что ж, у меня на этом все. Спасибо вам большое за то, что согласились ответить на мой вопрос. Вам спасибо большое.